Делара Зинатуллина стала хозяйкой салона красоты Спонсировал её муж долларовый миллионер, но к процессу создания своего первого бизнеса жена Маргенштерна отнеслась максимально серьёзно Она подобрала команду, дизайн помещения, искала партнёров и тщательно отбирала персонал Одним из мастеров по маникюру стала её родная мать Точка 17 ноября на открытие Делара nils.ba.ut собрались звезды тикток и инстаграм, друзья и коллеги Алишера и его жены Всем привет! Большое спасибо, что пришли сегодня! В этот проект было вложено много сил и энергии, моих и всех тех, кто мне помогал, поделилась Делара на открытии салона красоты, цитирует Стархит Ру. Если честно, я дико нервничаю, потому что впервые выступаю в роли матери какого-то серьёзного масштабного проекта И сейчас исполняется моя давняя мечта Точка мать Маргенштерна тоже активно участвовала в событии Она похвалила свою невестку и любимого сына за смелость Браво, когда мужчина, имея финансовую возможность, помогает любимой женщине реализовать идею открытия её собственного бизнеса Это дорогой и важный подарок, который даст женщине возможность чувствовать себя увереннее И это здорово! Конечно, вложенные им деньги в это действо — щедрый базис, но женщина и сама, взяв на себя ответственность, вливает в это много труда, энергии, рассуждает Марина Маргенштерн в личном инстаблоге Точка стал известен ценник заведения Минимальная стоимость маникюра составляет 2000 рублей, за наращивание ресниц придётся выложить от 3000 рублей и больше Фанаты уже высказались насчёт стоимости Она многим показалась завышенной Классные у вас и маникюр, и салон, лучшие, просто огонь Мечтаю приехать Другие, возможно, хотели бы приехать, но цены кусаются, молодец, но цены не для всех Я живу рядом с Москвой и плачу за маникюр 2000 рублей, и это потолок И дизайн, какой хочу, мне ещё сделают, стоит столько, что твоя мама будет выплачивать кредит два года Без ведома Юрия Лозы Первый канал использовал его главный хит, песню, плод Знаменитый шлягер спели на шоу, голос Участница музыкального проекта Алина Виардо придумала новую аранжировку к композиции и продемонстрировала её со сцены В ответ Лоза обратился в суд, желая взыскать с телекомпании 5 миллионов рублей, но в итоге получил компенсацию в размере миллиона рублей и погашение судебных расходов В остальной части отказать, сообщила пресс-служба Московского городского суда Но и с этим его можно горячо поздравить Мало кому удавалось засудить первый канал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok